Фестивали, концерты, конкурсы, творческие форумы. Почти 140 тысяч мероприятий в сфере культуры прошло в 2018 году в регионе. О самых знаковых событиях, достижениях отрасли, сложностях и путях решения поставленных задач, а также о планах на 2019 шла речь на заседании коллеги Главного управления идеологической работы культуры и по делам молодежи Гомельского облсполкома. Сюжет Марины Джалой. В фойе колледжа искусства имени Соколовского экспозиция самых ярких страниц культурной жизни Гомельской области. У каждого района свой стенд с фотографиями, которые рассказывают о самых интересных событиях, о том, что наш край имеет бесценное культурное наследие, которое хранят и приумножают. Перед началом коллеги с выставкой знакомят высоких гостей. 2018-й принес нашему региону много наград. Таланты из разных уголков области прославляли свою родину на республиканских и международных конкурсах. Ряд крупных творческих форумов прошел и на нашей земле. Так, на высоком уровне в прошлом году провели международные фестивали «Зов Полесья», «Сожский хоровод», «Мой друг Баян», «Традиционную встречу молодежи», «Дружба-2018», «Республиканский фестиваль фольклорного искусства Бирахиня» – это настоящие культурные бренды региона. В ходе коллегии сквозной темой звучит напоминание о том, что сфера культуры – это люди. В регионе действует около 200 организаций культуры. Коллективы каждой из них подготовили и провели обширную программу мероприятий, лейтмотивом которых стал Год Малой Родины. Активная работа учреждений культуры была высоко оценена на уровне Министерства культуры. Экспертная комиссия анализировала деятельность сферы по различным параметрам – от выполнения показателей отраслевых государственных программ деятельности по охране объектов историко-культурного наследия до реализации инновационных проектов. Гомельский облсполком по итогам республиканского конкурса признан лучшим исполнительным комитетом областного территориального уровня по реализации государственной культурной политики. В номинации «Лучший областной центр» конкурса «Город культуры» победу присудили Гомелю. Безусловно, каждый район отличается друг от друга, у каждого сильные стороны. А говорить о достижениях Гомельской области, мне кажется, даже не стоит искать дополнительные слова. В этом году Гомельский облсполком по итогам республиканского конкурса на лучшую практику по реализации политики в сфере культуры стал победителем. То есть вот этот результат – это показатель на всю страну. Показатель то, что системно проводятся меры, то есть реализуется политика и культура области, благодаря в том числе и кадрам, и сотрудникам, достаточно хорошо на уровне всей республики. Вы лучшие по итогам 2018. Но темы для обсуждения на коллегии касались не только организации проведения мероприятий и присуждения наград. Отдельное внимание уделили проблемным моментам. Например, нужно обеспечивать рост заработной платы работников сферы культуры. А многие библиотеки не имеют компьютерного оборудования, что недопустимо в период развития цифровых технологий. Также нужно расширять интернет-аудиторию средств массовой информации. Что касается медиапространства, то еще один акцент на необходимости активного освещения важных исторических событий. Ими будет насыщен 2019 год. Это мероприятие по празднованию 25-летия Конституции Республики Беларусь, политических компаний, 75-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. Марина Джалая, Валерий Гопанько, Новости недели.